А в центре столицы обрушилась кирпичная стена между старыми многоэтажками. Четыре дома теперь без газа и света. Когда восстановится оружие неизвестно, не могут найти и того, кто должен был отвечать за его состояние. Евгения Коваленко выясняла подробности. Около часа дня жители старых многоэтажек в самом центре Киева услышали грохот. Я думаю, что упала брила, честно говоря. Было совершенно гурки. Но посреди двора гора кирпичей. Обвалилась стена между двумя домами. Она предотвращала смещение грунта. Ее построили более 70 лет назад. Жители многоэтажек жалуются. Давно заметили, что стена наклонилась. Но на это никто не реагировал. Эта стена уже очень давно стоит в положении полукруга. И держалось это все на кабелях и на газовой трубе. Я не понимаю, почему ЖЭК вообще это все игнорировал. Когда сегодня я им позвонила, оповестила о том, что у нас разрушилась стена и пахнет газом в районе часа дня. У нас в квартире вся газа была. Они об этом ничего не знали. Мешканцы писали, и очень много. И в управление, и писали в КМДА, и в районные какие-то органы. Приблизно два года назад, кто-то такая добра душа, я даже не знаю, повесил в такие небольшие, небольшие папирчики, где было написано, что до стены не подходите. В результате обвала никто не пострадал. Но повреждены газовые трубы и силовые кабели. Теперь в нескольких домах нет ни газа, ни света. У меня 10-месячный ребенок. Мы отапливаем газом, естественно, в квартире холодно. Все починить обещают через несколько дней. А пока разбирается, кто же должен отвечать за обвал. И только потом начнут восстанавливать стену. На сегодняшний день балансоутримывающиеся и подпирные стенки встанавливаются. Мы ожидаем сейчас спецтехнику, которая подъедет и разберет этот завал, вывезет все будильное сметто. Кирпичи обрушились и на две машины. Одна поцарапана, у другой полностью искорежен капот. Владелец этого авто еще даже не знает о происшествии. Он за границей. Но жители дома считают, что им еще повезло, что выходной. Ведь в будние дни здесь все заставлено машинами. Евгения Коваленко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.